Обрушение коллектора звездных городок Бахчеванжи произошло еще перед Новым годом, но последствия аварии устраняют до сих пор. Зафиксированы три прорыва трубопровода. Износ коммуникации во многих местах достигает почти 100%. Участок порядка 40 метров мы заменили. И после запуска на вторые сутки пошло дальнейшее обрушение его. На сегодняшний день коллектор находится в аварийном состоянии и прогнозировать дальнейшие действия мы не можем. Работы ведутся фактически в круглосуточном режиме, однако локальный ремонт не приносит желаемых результатов. После начала работы в штатном режиме на трубопроводе вновь появляются прорывы. Ситуация достаточно сложная, потому что коллектор пытается разрушаться. Соответственно, локальные ремонты ничего не дают, поэтому будем дальше. К сожалению, придется дальше локальным ремонтами его ремонтировать, а летом поменяем целиком. Тем не менее, сложившаяся ситуация не должна отразиться на комфорте жителей, заверяют водоканали. Поставили выше по ходу потока перекачивающее устройство, протянули, сделали так называемый байпас, рукав растянули и перекачиваем стоки ниже по коллектору, чтобы наши жители, они фактически не ощущают того, что здесь происходит. Также глава района осмотрел территорию города Щелково на предмет уборки от снега и наледи. Важно не только очищать автомобильные дороги, но также приводить в порядок внутридворовые территории. Тем не менее, несмотря на то, что снегопад зимой – явление ожидаемое, коммунальные службы недостаточно скоро реагируют на вызовы погоды. Уборка территории должна осуществляться согласно утвержденному плану и графику. Быстрее реагировать надо на все происходящее. Наши коммунальные службы, наверное, из-за того, что потепления периодически приходили и все таяло, не напряглись должным образом. Поэтому мы проехали, указали недостатки. Особое внимание также надо уделять пешеходным переходам и тротуарам. Контроль за качеством уборки продолжится, заверил глава района. Но главное – задана высокая планка, да и спрос будет особым. Дарья Заснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».